Добрый день, дорогие друзья. Недельная глава Ваякель. Новая недельная глава, как и новая неделя. Недельная глава рассказывает о том, с какой мудростью были созданы святилища, предметы храма. И поэтому мы с вами тоже поговорим немножко о мудрости. Никто ведь не хочет быть дураком, почти никто не хочет быть глупым. Многие люди видят себя мудрыми в своих глазах. Если кто-то совсем умный пытается найти истину какую-то, понять устройство этого мира, понять, есть ли хозяин этого мира. Поэтому несколько слов о мудрости. Старая, восточная такая Майса. В одном восточном городе был мудрый царь, который хотел добраться до мудрости, хотел понять истину. Вызвал он главного советника и говорит, смотри, советник, у меня времени нету. Я занят делами царства, поэтому я тебя отправляю, посмотри весь мир и приедь ко мне, расскажи, что такое мудрость. Уехал советник, возвращается, говорит, царь, я привез много книг, много. А тот говорит, я же тебе сказал, у меня нет времени твою мудрость изучать по книгам. Можешь мне коротко рассказать, где ты увидел мудрость, что это за мудрость и как сказать ее? Советник говорит, хорошо, я скажу тебе одним словом мудрости, морковка. Морковка удивился царь. Да, советник говорит, видел ли господин мой царь когда-нибудь морковное поле? Он говорит, да нет, я морковку, в общем-то, на столе вижу там. Тогда поехали со мной. Поехали они, едет, видит царь справа помидоры, слева там кабачки. Тут какой-то зелень торчит, конь остановился, там ботву щиплет. Спрашивает его советник, ну скажи, пожалуйста, ты видел когда-нибудь, ты знаешь, что растет на этом поле? Он говорит, да нет, не знаю, наверное, какая-то трава для лошади, смотри, как лошадь щиплет. Наклонился советник, вырвал один такой кусочек, увидел красивую красную морковку, почистил и показал. И царь ждет объяснения, и советник говорит, царь, я изучил вопросы разных мудростей и понял, что вот она мудрость. Она перед нами, у нас под ногами, но мы просто не обращаем на нее внимания. А если кто-то обратит внимание, то большей частью это конь, который щиплет с большим удовольствием снаружи, не видя, что дальше. Он счастлив и уверен, что все узнал об этой овоще, а вообще об этой жизни. И лишь немногие могут ухватиться за ботву, потянуть, обнаружить сам плод, вытащить и показать всем. Еще меньшие могут очистить ее и добраться до самой глубины. Так и в нашей жизни, истина всегда перед глазами. Вы видим этот мир, он устроен явно с такой мудростью, с такой тщательностью, с такой точностью работающего механизма, что надо искать дальше, где же тот хозяин, который создал. Но не только мудрость движет человека, есть еще очень важная вещь, которая может быть не менее важна, чем мудрость. Сказано она такими словами. Главное, будь прост с Богом твоим. Вот не надо всегда, люди хотят быть слишком умными, слишком это, надо быть проще. Еще одна короткая история, которая может быть об этом расскажет. Равин рассказывал когда-то в синагоге о особых хлебах, устанавливая в храме, которые неделю не черствели, которые Богу очень нравились. И это запало в душу одному простому человеку. Он пришел домой, говорит, жене испеки, пожалуйста, два хлеба, у нас Бог голодный. Брал эти два хлеба, приносил тихонечко в синагогу, вставлял их воронкодыш, место, где хранятся святки Торы. Утром приходил, а их нету. Он был уверен, что Бог взял эти хлеба, он был так счастлив. А на самом деле служка приходил, открывал, видит какие-то хлеба, очень вкусно пахнущие. Забирал их домой к себе, и они с женой имели там горячий хлеб. Ну а что это, откуда, никто не понимал. Через некоторое время Равин заинтересовался, ему сказали, что-то такое странное происходит. Вот он остался посмотреть, и увидел такое, он вызвал этого человека, говорит, дурак, ты что не понимаешь, что Бог не нуждается в твоем хлебе? Это служка забирает его каждый день, а не Бог. Заплакал, этот еврей начал оправдываться, простите меня, я не понял вашей лекции, извините, что я совершил грех, и так далее. Через пару дней в Кравину явился посыльный Атари, величайшего каббалиста и праведника, живущего в Сфате. И он передал слова, пославшие его праведника. Святой Арий передал, что ты совершил громадный грех перед человеком и перед Богом. Испуганный Равин побежал к святому праведнику, который сказал ему, знаешь, что со временем разрушение храма, со временем разрушение храма. Никто никогда не доставлял Богу такую радость, как поступок этого человека. Ты своим поступком прервал эту радость. Вот не надо сильно умничать, когда ты разговариваешь с Богом. Ты будь открытым, будь простым. Чем проще человек, тем лучше. Даже не бойся перепростить, как говорится. Я еще одну короткую историю успею рассказать. В одной синагоге на женской споловине находилась простая и добрая женщина. Когда она услышала рассказ о том, как Йосиф, который пришел к братьям в шхем, был продан в рабство, она начала плакать. И говорит, боже, спаси невиновного мальчика. Молилась сильно. Прошел год. Через год Кантор дошел до места, где рассказывают о Якове, который послал Йосифа опять к братьям в шхем. Женщина начала плакать. Йосиф, ты опять к ним идешь. Прошлое тебя что, ничему не научило? И это не разговор о женщине, которая что-то недопонимает. Это разговор о простом открытом сердце, которая понимает, которая относится к Торе, ко всему духовному, как к самому-самому близкому. Очень просто, без всяких умничаний. Эта история смешная и грустная одновременно. Показывает, как надо относиться к событиям в Торе. Прочувствовать их. Надо пропускать эти события через себя. Надо пропускать эту жизнь через себя. И поиск Бога мы должны пропустить через себя. Он не должен быть сторонним. Только поискал, поискал с 8 до 8.15 и пошел там трудиться. Брахава Ацлаха. Я желаю всем хорошей недели, чтобы у всех было все в порядке. Никто не болел, был мир. И чтобы браха была над нами всеми. Брахава Ацлаха.